Ель в театральном сквере признали аварийной и срубили. Теперь, по мнению городской администрации, сквер к Новому году не готов. Без ели выглядит пусто и уныло. Поэтому решили, необходимо установить там в декабре мультимедийную елку высотой 18 метров, а также заменить светодиодный фонтан, так как существующий свое уже отслужил. А чтобы создать рядом с театром по-настоящему новогоднюю атмосферу, для сквера продумали единое праздничное убранство. Также установка рядом с елкой световой фото-зон высотой 2,4 метра. Это одна стоит от 682 тысяч. Также установка светодиодного занавеса на подпорную стенку. Это где фонтан со стороны сквера, чтобы он был в едином стиле. Сверху будет фонтан, снизу подпорная стенка будет засвечена. Обновят в этом году и оформление площади Ленина. Там заменят фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Те, что стояли раньше, из разных коллекций и, по словам директора ДГХ, не сочетаются друг с другом. Мы их поставим в разных местах, а здесь поставим в едином стиле полный комплект Деда Мороза и Снегурочка со световым панно-часы. Высота 4,5 метра, ширина панно 6 метров. Ориентировочная стоимость 2 миллиона 247 тысяч. Фигуры с площади Ленина разъедутся по городу. Одну установят в сквере 22 микрорайона, место для второй пока не определили. Все прочее новогоднее оформление останется таким же, как и в прошлом году. Всего на новое праздничное убранство города из местного бюджета планируют выделить 20 миллионов рублей. Украсить улицы Сарова планируют к 10 декабря. Лидия Шулаева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.